И в начале выпуска о главных событиях этой недели напомним в нашем небольшом обзорном материале. 22 июня, в День памяти и скорби в России, впервые прошла Всероссийская минута молчания, которая началась в 12 часов 15 минут по московскому времени. В Северо-Енисейском у памятника воинам-освободителям более 20 работников культуры почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Выстроившись в два ряда, северо-Енисейцы запустили в небо белые шары. Также в небо взлетели и белые голуби, символ мира. Ежегодно в День памяти и скорби в районе проходит еще одна акция – свеча памяти. Но из-за коронавируса массовое мероприятие отменено. Свечи северо-Енисейцы все же зажгли в рамках минуты молчания. В населенные пункты территории на 10 дней отправилась третья смена полномочных представителей главы района. Задачи прежние, в том числе, контроль за соблюдением режима самоизоляции контактных с больными COVID-19, но с большим упором еще и контроль медицинских учреждений. Отчитываться специалисты районной администрации будут в ежедневном режиме на прямую главе района. Теперь у входа в районную администрацию посетители встречает дезинфицирующая рамка. Для ее активации необходимо встать на синий квадрат, затем провести рукой возле специальной кнопки, что приведет в действие распылители дезинфицирующего раствора. Он может применяться для дезинфекции рук, одежды, помещений, воздуха, систем вентиляции и кондиционирования и даже стерилизации медицинского инструмента. Он не содержит спирта и хлора. Также в инструкции по использованию раствора говорится о том, что он гипоаллергенный и безопасный для детей. Действующее средство это биоцидный полимер. Раствор уничтожает не только COVID-19, но и любые другие вредные бактерии и вирусы. В общем получается такая безопасная и бесплатная химчистка.